Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема нашего урока – периметр прямоугольника. Давайте вспомним свойства прямоугольника. Первое свойство – что все четыре угла, а прямоугольник – это четырехугольник, прямые. Второе свойство – противоположные стороны равны. То есть, если вот эта сторона, длина ее 5 см, то и длина противоположной стороны также 5 см. Если ширина вот эта 3 см, то и противоположная сторона будет также равна 3 см. Как же найти периметр прямоугольника? Первое. Периметр прямоугольника – это сумма длины его сторон. Поэтому, чтобы найти периметр, можно все стороны сложить. Сторон 4А плюс Б плюс А и плюс Б. Если мы посмотрим на первую запись, то заметим, что у нас длина А – 2. Поэтому эту сумму одинаковых слагаемых можно заменить умножением. 2 умножить на А. Аналогично и ширины у нас. Также 2. Поэтому это тоже можно заменить умножением. 2 умножить на Б. И это все сложить. Это второй вариант нахождения периметра прямоугольника. Есть еще и третий вариант. Если мы сложим длину А и ширину Б один раз, то потом мы сложим длину А и ширину Б еще раз. То есть А плюс Б, сумму А плюс Б, мы берем два раза. Поэтому тоже это можем заменить знаком умножения. Умножить на 2. Ну а теперь давайте найдем периметр прямоугольника, длина которого 6 см, а ширина 4 см. Чтобы найти, сначала мы просто сложим длины сторон. 6 плюс 4 плюс 6 плюс 4. 6 плюс 4 равно 10, плюс 6 равно 16, плюс 4 равно 20 см. Дальше мы берем по 6. У нас две стороны, поэтому мы 6 умножаем на 2. 6 умножаем на 2, получается 12. Ширина 4 у нас также их 2. Поэтому мы берем по 4 два раза. И полученные результаты мы складываем. 6 умножить на 2 равно 12. 4 умножить на 2 равно 8. 12 плюс 8 равно 20 см. И третий способ. Складываем длину 6 и ширину 4. Это получается 10. И полученную сумму умножаем на 2. 10 умножаем на 2, получается 20 см. Во всех трех способах у нас получился одинаковый ответ. Значит все три они верны. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео уроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.